Призыв к молитве называется, слышали, наверное, называется Азан. Или как говорят на русском языке Азан. На арабском он называется Азан. Что такое? Это призыв к молитве. Во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейкум, Белялю, рада Аллаху альму, пророк Мухаммад, саллаллаху алейкум, повелел, чтобы он посмотрел какой-то призыв к молитве. И тогда он своим голосом начал призывать, придумал вот эту формулировку Азана. Азан звучит его следующим образом. Мы сейчас его начало расскажем, прочитаемый Азан. И это призыв к молитве. То есть, когда человек даже приезжает в какую-то мусульманскую страну, он слышит, когда в Турцию, например, или в другие арабские страны, он слышит, как читается Азан. Это означает то, что наступило время молитвы. Муадзин, тот человек, который призывает к молитве, он направляется в сторону Кибли. Кибли – это то место, куда мусульмане направляются во время чтения молитвы. Это направление в сторону Мекки, Кааба. Раньше было направление в сторону Иерусалима, и Аллах, субханаму ате аля, повелел направить свою лилик, пророку Мухаммаду, саллаху алейкум ассалям, в сторону Мекки, в сторону Каабы. Если посмотреть, например, по компасу, сейчас, аль-хамдур, есть уже предложение, чтобы найти направление в сторону Каабы. Если по компасу посмотреть, это примерно юго-восток. Направляет сюда Муадзин и читает Азан следующим образом. Азан Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Прочитали суру после этого. То есть мы должны понимать, уважаемые братья и сестры, сейчас я объясняю, но когда уже человек молится, нельзя поворачиваться, нельзя смотреть по сторонам, говорить что-то. Нужно смиренно стоять и думать о Всевышнем Аллахе. Прочитали суру, потом уходим на поясной поклон. Если человек читает по, то есть есть школы молитвы, мадхабы, так скажем, по ханафийскому мадхабу, согласно школе Абу-Ханифе, то он ничего не делает, отпускает руки и идет на поясной поклон Аллаху Акбар. Если же, например, скажем, как он читает по шафиитскому мадхабу или хамбалитскому мадхабу, то есть, например, если посмотреть в Турции на территорию России, татары, Башкирии, читают по ханафийскому мадхабу в Средней Азии. Если взять, например, затронуть Кавказ, то там шафиитский мадхаб, там Египет, он разделен на шафиитов, разделен на ханафитов, в Саудовской Аравии там хамбалитский мадхаб, в Африке больше используют маликидский мадхаб. Чтобы вы поняли, что нет разницы в этом, то есть в идеологии, все одинаково, все мусульманы, просто пророк Мухаммад когда-то так читал, поднимая так руки стал, когда-то чуть выше клал руки. То есть, кто-то и каждая школа взяла то, что зафиксировала пророка Мухаммада, как он молился. Если согласно ханафийскому мадхабу мы показали, как. Если, например, скажем, по шафиитскому мадхабу читать, поднимаются руки Аллаху Акбар и идет на поясной поклон. И здесь проговорим три раза Субхана Рабби Аль-Азим, Субхана Рабби Аль-Азим, Субхана Рабби Аль-Азим. Потом поднимаемся и говорим Сами Аллаху Лиман Хамиде. Там есть дополнительные разные адвкары. Достаточно сказать Сами Аллаху Лиман Хамиде. Раббана Валек Аль-Азим. Ханафийскому мадхабу не поднимаются руки, по шафиитскому поднимаются Сами Аллаху Лиман Хамиде. Потом идем на земной поклон. На земной поклон первое, что идет. Первое идут ноги, потом руки. И вот так вот делаем, проговорим Субхана Рабби Аль-Аля, Субхана Рабби Аль-Аля, Субхана Рабби Аль-Аля. Встаем Аллаху Акбар, садимся. В таком положении сидим, проговорим Рабби Гфирли, Вархамни, Ваафини, Ваафу Аль-Анни. Потом обратно идем Аллаху Акбар. Субхана Рабби Аль-Аля, Субхана Рабби Аль-Аля, Субхана Рабби Аль-Аля. Аллаху Акбар. Встаем на второй ракат. Таким образом мы прочитали один ракат. После этого второй ракат аналогично также читается, только уже не читается дуа истивтах, которую мы делаем в первом ракате. Сразу начинаем бисимилляхи рахмана рахим, читаем суру аль-фатиха, потом читаем еще дополнительную суру. И также все делаем. Делаем поясной поклон, встаем с поясного поклона, уходим на земной поклон, встаем с земного поклона, опять на земной и садимся. Вот после второго раката, если мы после первого вставали, после второго мы садимся. Вот так вот. Я покажу, как должны быть у мужчин ноги. Одна нога так, другая так. Читаем. Ат-тахияту лиллахи. Ат-тахияту лиллахи. Ага, читаем. Ат-тахияту лиллахи. Ас-салавату ват-тайбату. Ас-саляму алейка. Айюха н-набиеву. Рахматуллахи в баракату. Ас-саляму алейна. Аля аибадиллахи салихин. Поднимаем палец и говорим. Аш-саляму алейна. Аля аибадиллахи салихин. Аш-саляму алейна. Опять же, если как бы у нас ненаучный канал, в легком виде показываем, как читать намазы, но мы должны тоже упомянуть, что в разных мадхабах постоянно палец держится, где-то он поднимается, опускается. В ханафийском мадхабе поднимается на слово Аш-саляму алейна. После этого читаем салават за пророка Мухаммада Потом можно добавить дуа, который приходит в сунне Аллах, помоги мне должен образом тебя поминать должен образом тебя благодарить и помоги мне прекрасным образом поклоняться тебе После этого даем таслим, салям в первую, в правую сторону ассаляму алейкум в рахматуллах поворачиваем голову вправо ассаляму алейкум в рахматуллах в левую сторону Тем самым двухракатный намаз закончился Потом мы читаем фарт фарт тоже так же читается мы сейчас примерно показали как читается двухракатный намаз если четырехракатный намаз например, как в зухр намаз то мы после второго раката также садимся сели, также сидим прочитали только ассалавата сказали и встали на третий ракат продолжаем дальше читаем фатиху после фатихи ничего не читаем так же делаем один ракат встаем четвертый ракат, когда мы встаем так же читаем фатиху и уже после четвертого садимся как мы садились во время двухракатов намаза тоже и как мы садились после второго раката в четырехракатном намазе мы уже читаем полностью ат-тахият полностью ассалават и делаем салям в правую сторону и в левую сторону вот это четырехракатный намаз трехракатный намаз который мы сейчас заснимем с вами здесь из мечести на поклонной горе в Москве после второго раката мы встаем и после третьего садимся подобно так, аналогично как мы садились на четырехракатном намазе после четвертого только там уже после третьего мы садимся читаем тахият и даем салям в 200 альхамдулля мы познали увидели как читается молитва альхамдулля в практике также есть намазы помимо фарт намазов есть мы сказали суннан намазы есть еще также нафель намазы то есть те намазы которые некоторые из подвижников читали и пророк Мухаммад поощрял это например пророк Мухаммад сказал Белялю я слышу как твои сандалии звук твоих сандалии в раю что ты делаешь на что Беляля сказал ничего такого кроме как я беру омовение и после каждого омовения читаю два ракаата намаза то есть за это он заслужил альхамдуллилля рай джанна потому что его сердце скучало по упоминанию всевышнего Аллаху есть намаз салат истихара то есть когда у человека что-то есть что-то какое-то событие или какой-то выбор нужно сделать он читает два ракаата намаза есть специальная дуа которая читает и просит о помощи у Аллаха чтобы Аллах направил его на тот путь который будет благо для него и который будет для него благом от всевышнего Аллаха есть салат намаз об этом мы расскажем в разделе рамадан пост в месяц рамадан это тот намаз который читается во время месяца рамадан есть салат ночные восстания молитвы когда человек просыпается ночью до утренней молитвы в треть ночи просыпается чтобы помянуть Всевышнего Аллаха в Коране сказал то есть их бока поднимаются с постели чтобы упомянуть Всевышнего Аллаха боясь его наказания и надеясь на его награду и эти люди из того что даровал им Всевышний Аллах расходуют на пути Всевышнего Аллаха есть салат духа духа намаз опять же это не фарды это дополнительные молитвы которые читаются уже после восхода солнца и во время до обеденной молитвы до заваля есть другие молитвы альхамду лиллях но эти молитвы дополнительные молитвы будут дополнением к фардам намазам то есть кто-то прочитал молитву но не был набожен во своей молитве и его молитвы не полны Всевышний Аллах будет судно день брать его дополнительные молитвы и добавлять к этим так же если например человек скажет я раньше не читал намаз альхамду лилля раньше был там советский союз или у человека не было знания он не знал что нужно было молиться или оставлял такасулан тахавунан оставлял молитвы из оленя и альхамду лилля что Аллах раскрыл ему сердце на ислам раскрыл ему сердце на соляны раскрыл ему сердце на намаз и задается вопрос нужно ли восстанавливать те молитвы которые человек раньше не читал чтобы мы опять альхамду лилля это не научная лекция мы уйдем из всех разногласий но восстанавливать их не нужно а задается вопрос как же тогда в судный день Аллах спросит меня за эти молитвы пророк Мухаммад сказал читайте побольше дополнительных молитв эти молитвы будут браться и дополняться к обязательной молитве есть салат о верующие не даю шараф это именно обращение почета то есть Аллах когда говорит в Куране мы читаем о верующие в этот момент уважаемые братья и сестры мы должны понимать то что Аллах обращается ко мне мой брат Аллах обращается к тебе когда говорит о верующий Аллах не обращается к тому кто сидит с тобой рядом не к твоему соседу к тебе именно и в этот момент да мой Господь да Всевышний Аллах я перед тобой если вы слышите призыв на пятничную молитву то есть когда наступила пятница спешите поминать Всевышнего спешите в мечеть молиться оставьте все дела оставьте торговлю это лучше для вас если бы вы знали а уже когда закончится молитва дальше распространяйся по земле Аллаху занимайтесь торговлей и другими делами это приказ для мусульман для мужчин если человек живет в местности где есть мечети то он должен обязан посещать молитву джума мужчина женщина нет не является обязательным но также она имеет право прийти есть отдельный вход для мечетей для женщин чтобы она послушала проповедь имама то есть каждую пятницу имам проводит проповедь и читается намаз джума намаз джума если человек молился то в этот момент он читается 2 раката фарды то есть он когда наступает его время во время обеденной молитвы когда наступает зухра но если человек пришел на пятничную молитву он читает там не 4 а 2 раката поэтому то есть в этот момент зухр не читается в этот день а читается именно намаз джума если человек не пошел в пятничный день в мечеть не прочитал с джамаатом, не прочитал с джамаатом намаз джума, то он дома читает дзухар намаз. Но если три раза подряд пропустит джума, Пророк Мухаммад сказал, если человек, находясь в местности, где молится, где читается намаз джума, то есть там есть мечеть, но он три раза подряд пропустил, то на его сердце Всевышний Аллах ставит печать, его сердце запечатывается. Поэтому это обязательно намаз, он является тоже фардом, является обязательным молитвой для мусульман. Для чего? Чтобы в течение за неделю что только не происходит в жизни, чтобы послушать проповедь, напомнить себя о Всевышнем Аллахе.